Обилие исторических памятников, уникальная природа, отдых на Каспийском море и лечение нефтью на Афталане, гостеприим на Баку и города Великого Шелка Пути. Все это привлекает многочисленных туристов в нашу страну. А что нам сулит очередной туристический сезон? Ответ на этот вопрос искала наш корреспондент Сабина Алиева. Погода все теплее и теплее, а это значит, что растет поток туристов в нашу страну. Весна и лето в Азербайджане с его невероятной природой – это то, что доктор прописал для жаждущих передышки от долгой холодной зимы. Более того, это прекрасное время познакомиться с культурным наследием, природными богатствами сельской местности, а также с азербайджанской кухней. Туристический сектор Азербайджана восстанавливается после двухлетней пандемии. Число граждан, прибывших в страну с Емаря по март, почти в два раза превышает показатель аналогичного периода минувшего года. Это в основном туристы из России, Ирана, Грузии и других стран. А готова ли азербайджанская туриндустрия принять растущий поток гостей? У нас рекорд был зафиксирован в 2019 году, когда в страну прибыло почти 3 миллиона 200 тысяч путешественников. Мы готовы принять еще большую цифру. Индустрия для этого, конечно же, подготовлена. В условиях возрастающей конкуренции на мировом, на глобальном туристическом рынке мы возвращаемся с абсолютно уникальным новым продуктом. Это формирующаяся туристическая дестинация на освобожденных территориях Азербайджана. Диаккупированные районы имеют огромный туристический потенциал, и создание соответствующей инфраструктуры для его использования – это просто необходимость. Уже идет интенсивная подготовка по инфраструктуре, по популяризации и разработке маршрутов и туристических продуктов. В освобожденной от оккупации ШУШЕ, сданной в эксплуатацию отеля, в Агдаме заложен фундамент гостиницы. В других регионах тоже будут построены подобные объекты в соответствии с гемпланами городов и районов. На освобожденных территориях создается вся необходимая инфраструктура. Строятся дороги, началось возведение отелей. В предстоящие месяцы мы будем работать над новыми рынками. В летний период должны предприниматься все необходимые меры для привлечения туристов из стран Персидского залива, Средней Азии и арабских государств. Мы рассчитываем на еще большее число туристов. Мы с семьей приехали из Вены. Нам очень нравится Баку. Хотелось бы отметить, что город очень чистый, люди приветливые, хорошо к нам относятся. Нам очень нравится. Мы приехали второй раз уже в Баку. Приехали мы 31 марта на месяц. Очень нравится. Приятный очень город. Приехали мы только вчера, рано утром. Наверное, к обеду мы немножко освоились, а к вечеру мы уже даже, можно сказать, почувствовали первую влюбленность в город, почувствовали его вкус, толерантность людей, какую-то теплоту. Во-первых, тут тепло для нас это очень важно. А как же активность на международном туристическом рынке? У нас есть план мероприятий, утвержденный в прошлом году. И согласно этому плану мы проводим интенсивную работу на приоритетных для Азербайджана туристических рынках. Эти рынки охватывают Европу, Ближний Восток, Турцию, Израиль, страны постсоветского пространства, Центральной Азии и Азиатские страны. Итак, надеемся, что вскоре в нашей гостеприимной стране появится еще больше иностранных гостей. Развитие туризма способствует популяризации Азербайджана во всем мире, ведь страна огней – древний край с богатой историей, уникальной культурой и живописной природой, которую туристам из других стран будет интересно узнать. Савина Алиева, Фархат Гулеев, Новости Ассоцией. Азербайджан обладает также большим.